В каких сферах жизни ислам особенно полезен? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании. Женщины, будьте осторожны, сестры в исламе. Женщины, которые одеты и в то же время раздеты. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Одними из обитательниц ада, которых я не видел, поскольку их еще не существует, будут женщины одетыми, но одновременно ногими». Как такое может быть? А то, что одежда не будет выполнять свою задачу? В чем заключается задача хиджаба, джильбаба, никааба или химара? Как бы вы это ни назвали? Скрыть и покрыть женщину от людских глаз. Это и есть основная цель. Чтобы никто не имел левых мыслей. Никто не подумал изнасиловать ее. Чтобы даже не было мысли изнасиловать ее. Посмотрите на то, что происходит повсюду в мире. Из-за характера того, как женщина одевается и ведет себя. В исламе же женщине вернули эту честь. Она не является какой-то игрушкой в руках мужчин. Ей предоставлены права, честь и привилегии, одно из которых — это оберегание своего целомудрия. Если она не будет так поступать, и если вы зайдете в какой-то магазин, вы подумаете, что эта женщина неверующая, вы будете расстроены. Разве вы не видите таких в Рамадан? В Рамадан? Валия зубилля. У женщины другая волна, мужик. Одежда. Я даже не знаю, как это назвать. Буквально все это фитнес. Все, что вы не перечислите в ней, привлекает внимание. Мы же не глупые. Мы говорим сестрам. Мужчины же не дураки. Когда они видят, что женщина одета подобным образом, они понимают об исходящем от нее сигнале. Она хочет, чтобы мужчина любовался ей. Это так и есть, поверьте мне. Мужчина может за пару секунд прочесть, чему клонит женщина. Из-за того, как она одета и как она ведет себя. То есть не нужно думать, что мужчины в недоумении. О, сестры-мусульманки, кто слышит это и услышит еще в будущем. Они распознают ваши намерения. И на мгновение забудьте о нас. Что насчет Аллаха Всемогущего? Разве вы не стесняетесь Аллаха? Разве он с высоты Семи Небес не знает о ваших намерениях? Что вы идете в магазин с намерением, чтобы люди любовались вашим джильбабом? Или вашими прекрасными украшениями? Я даже не в курсе, как они все это называют. Прекрасного вида радуги хиджаб. Я не говорю, что с цветом хиджаба что-то не то. Вы можете носить голубой, желтый, да любой хиджаб. Это не только может быть черный, как многие люди думают. Это может быть любой, согласно обычаям людей. Главное, чтобы она не выделялась. Хиджаб с различными цветами – это нормально. Не поймите меня неправильно. Но я говорю о таком, чей дизайн сделан так, что он придает привлекательность. В других же случаях вы можете носить хиджаб любого цвета. Нет в этом проблем. Но та привлекательная одежда, что мы видим на улицах, большинство женщин надевают ее сегодня. И эти сестры не понимают, что они играют с огнем. Они получили угрозу. Пророк, мир ему и благословение, Аллаха сказал, они не войдут в рай. Они даже не почувствуют его благоухание. Они даже не приблизятся к краю по причине своей одежды. То есть, сестры, бойтесь Аллаха, Свят Он и Велик. Вы, как о вас говорят некоторые мусульмане, вы украшения. Вы бриллианты. Вы же не оставите бриллианты посреди улицы, чтобы любой прохожий трогал их, смотрел на них, или ушел бы с ними домой. Что же вы делаете? Вы храните их в сейфе. Спрятанными должным образом, чтобы ни у кого не было доступа к ним. И такой же является женщина в исламе. Таким образом, женщина должна понять это и действовать соответственно, иншаллаху тааля. Твой джильбаб не должен быть привлекательным. Ты не должна быть привлекательной. Все в тебе должно быть непривлекательным, когда ты выходишь и смешиваешься с незнакомыми мужчинами. Когда же ты приходишь домой к своему мужу? Мне не надо рассказывать, что тебе нужно делать. Каждая женщина знает это от природы. Аллах создал их таким образом. Но на улице это не должно касаться незнакомцев, чтобы они разглядывали вас под разными ракурсами.